Мамаева могила. Старокрымская легенда. Вместе с тужей несет северный ветер снежный буран и окутывает белым покровом старокрымские схолмья и поляны. На лунном свете играет искрами Мамаев курган. Точно кто шевелится на его вершине, а когда закружится снежный вихрь, кажется, будто поднимается большой белый медведь. Всполнен чудово из юга и начнет медведь свой бурливый рев, а как только первый свет разлечит белую нить от черной, уйдет у Мамаева кургана. И тогда из нейдер могильного холма слышно ржание коней, искрежет зубов и голос проклятий. У подножия Мамаева кургана закрыта от ветра могила Азиса, могила святого, того дервиша, который приходил к Мамаеву в начале и конце его дней. В начале, когда поднималась слава Шахихана, в конце, когда закатилась его звезда. Был день и была ночь. И исполнилось то, что должно было быть. В золотом шатре, в кашемировом халате, усеянным огнем, бриллиант обсидел Мамай, когда увидел его дервиш в первый раз в далекой северной степи. Гордый своим гневом, Шахихан отвернулся от улемов и мурс, которые склонились перед ним в трепете страха. А дервиш в оттрепьях шел на восток поклониться священной Каабе. Заметил его Мамай и приказал позвать. Ты исходил в мир. Скажи, как велик он, и много ли времени надо, чтобы покорить его? Мир беспределен, отвечал дервиш, и беспредельно людское желание. Но могущество самого сильного человека есть предел. Усмехнулся Мамай. Кажется, ты не знаешь, с кем говоришь. Но дервиш не смутился. Даже великий поведитель, все же человек, ничтожный перед Аллахом. Аллах на небе рассердил Саламай и не вмешивается в земные дела. Оставь свои сказки для глупых людей. Покачал дервиш головой. Жалко мне тебя. Слишком дерзок был ответ и сверкнул Шахихан гневом. Что бы ты мне больше не показывал с на глазах, иначе куски твоего тела я брошу на корм медведям. Поклонился дервиш Мамаю. Буду помнить твои слова. Не забудь и ты. И ушел. Много странно исходил после этого дервиш. Много дней провел в пути. Достиг духом высоких ступеней. И забыл немощи тела. Научился ничем не дорожить и от того, казалось, стал богатым. Не боялся сильных и сделался тем сильнее их. И жалел Мамая, хотевшего покорить мир. Доходили о нем слухи. Мамаевы воины, как река, не сдержать ничем реки. И люди перед Мамаем, как листья, которым пришла пора упасть. Забыл Мамай, что смертен, как все, думал дервиш. И не удивился, когда узнал, что погибло войско его. И только с немногими спас все он в южных степях. Если убьют, мир не оденет печальных одежд. Никто не раздерет ворота у Кафтана. Никто не раздерет ворота у Кафтана. Но не настал еще час. Мамая улыбнулась в лицо Аллаха. И успел он уйти в пределы Кафы. Там ему обещали приют. Когда пришел туда дервиш на базарах и площадях, говорили о Мамайе и богатствах его, сокрытых в шахм Мамайе, в подземельях ханской ставки. Будто долго Мамаевы рабы носили туда сундуки с сокровищами и оружием. И когда засыпали в ход, хан приказал умертвить их, чтобы никто не знал, где зарыто его богатство. А по ночам к воротам Кафы подходили Мамаевы люди, чтобы посмотреть, бодрствует ли стража. И в народе говорили, будто задумал Мамай заводить Кафы. И в самую темную ночь, когда снежная буря загнала всех в жилище, у крепостной стены жалобно прокричала Сова. И когда дважды повторился ее крик, Мамаевы люди бросились к стенам крепости. Но не спала крепостная стража и истребила всех нападавших, всех, кроме одного, который кричал Совой перед нападением. Избег Мамай смерти и скрылся в тайном водохранилище. И когда, взявший голодный, он дрожал от страха смерти, кто-то пошевелился вблизи, окликнул Мамай и узнал голос Дервиша и молил спасти его. — Ты верно забыл, что запретил мне являться на глаза тебе, сказал Дервиш, вспомнив золотой шатер и гнев шахи и хана и клоненных перед ним улемов и морз. Содрогнулась от унижения сердца Мамая, но, пересилив себя, он ответил, — Тогда тебе говорил повелитель, а теперь просит изябший голодный человек. И исполнил Дервиш, о чем просил его Мамай, вывел за город по канаве для стока горных вод. Еще не наступил рассвет, когда подошли к дороге на ханскую ставку. Чуделась Мамаю погоня за ним, говорил он Дервишу, — Ускорь шаги, слышны голоса, догонят, убьют. Но ветер донес из деревни предутренний крик петуха, и Дервиш остановился, чтобы совершить намазь. — Нашел время молиться, — закричал на нем Мамай, и хотел идти дальше один, но не знал хорошо дороги и боялся заблудиться. Взглянул на него Дервиш, на раннем утреннем свете казалось мертвенным лицом Мамая, и пожалел он его. — Моли пророка послать мир твоей душе. И Дервиш говорил о том, как непрочно величие людей и как безумно стремление к нему. И словами своими стал он ненавистен на Маю, и не мог бы Май терпеть большее унижение перед ним. — Глупый раб, я вырвал бы твой язык, если бы было время. И, выхватив нож, он садил его в горло Дервиша. А чтобы не узнала его погоня, сорвал с убитого одежду и надел ее на себя. А с бугра неслось несколько всадников, и передовой, заметив бегущего в отрепьях человека, принял его за беглого раба. И когда бежавший не остановился на его окрик, он разморжил ему палец и голову. А наутро шахмамайцы нашли оба трупа, один вблизи другого, и похоронили их там, где нашли. Но проникнутые покорностью к повелителю насыпали над ним высокий курган, чтобы люди не могли потревожить царского праха. И сохранился Мамаев курган до наших дней, а рядом с ним могила Азиса. В зимнюю погодь, когда северный ветер нагонит снежный буран, лучше не ходить и мимо кургана. Может напугать злой медвежий рев и похолодеть сердце от Мамаева стона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова